Быстрые атаки, точный бросок Надежды Матросовой, добивание с отскока Ксении Чинаевой, результативный проход Марии Матвиенко. Юрка, разыгрывающая нашей команды, лучший игрок в стартовой части матча. Нефтяник повел 6-2. Соперницы приготовили свой ответ. Мощный прессинг в защите, напористые пробивные действия в атаке. Нефтяник подвели фалы. Свистки арбитров штрафные. Они ростовчанки бросали без промахов, разыгрались, начали забивать трехочковые броски. Наши баскетболистки потеряли нити игры. Мы забили первые мячи, дальше мы начали торопиться, какие-то поспешные атаки делать. Делали не то, что нас просили. Не использовали наши сильные стороны, их слабые стороны. За счет этого они забили. Трудные минуты. Баскетболистки и нефтяника никак не могли преодолеть жесткий прессинг соперниц. Южанки поймали кураж. У ростовской команды попадали в кольцо практически все броски. Разрыв в счете достиг 15 очков и продолжал расти. Главный тренер нашей команды Елена Лазуткина брала тайм-ауты. Выровнять игру амички смогли лишь под занавес второй четверти. Нефтяник набрал 7 очков к ряду. У болельщиков появился оптимизм. И нефтяник героическим характером команда. Я думаю, что все получится. Сейчас девчонки завелись, начали играть острее, начали играть плотнее, ближе. Я думаю, что сейчас перелом будет в третьей четверти и все у нас пойдет по плану. Битва в начале третьей четверти. Наши девушки попытались перехватить инициативу. Промахи в атаке перечеркнули все надежды. Ростовская команда продолжала забивать. Южанки держали высокий темп, играли слаженно, результативно. Наши баскетболистки взрывались отрезками. Красивые голы надежды Матросовой и Ксении Чинаевой ничего не меняли в ходе поединка. Нефтяник проигрывал в 40-65. Нам сказали в большом перерыве играть на больших игроков. Особо, конечно, не получилось, но то, что вырвали мячи, постарались забить. Перелом так и не наступил. Ростовчанки продолжали доминировать на площадке. Приятным моментом в действиях нашей команды стала только игра молодых баскетболисток Виктории Корсаковой и Софьи Деречи. Спортсменки активно вошли в игру, забили в проходах, заработали штрафные. Разрыв немного сократился, но ростовские баскетболистки нашли силы на новое ускорение. Нефтяник потерпел чувствительное поражение 58-88. Ложкой меда стала победа в первом поединке. Счет по сумме двух матчей получился равным 1-1. Не могли найти сильные стороны наши, где надо было сыграть на периметре, мы играли под кольцо, где надо было сыграть под кольцо, мы играли наоборот на периметре. То есть я считаю, что просто проиграли головой в первую очередь. Два следующих матча домашней серии. Баскетболистки и нефтяника проведут выходные. Наши девушки сразятся с клубом Ставропольчанка. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин. Антенна 7.